СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА Под таким девизом 22 марта прошел день карьеры, объединивший студентов химического факультета, института биологии и биомедицины, факультета физкультуры и спорта и института реабилитации и здоровья человека. Особенностью сегодняшнего дня станет презентация бизнес-проектов, когда студенты смогут, посоветовавшись с бизнес-инкубатором ННГУ, представить свой проект по развитию бизнеса, послушать его мнение, мнение бизнес-инкубатора. Также к этому круглому столу приглашаются работодатели, которые тоже могут посмотреть на этих студентов активно, может быть, кого-то для себя заприметить. Очень многие выпускники после окончания просто не знают, что им делать и как им начать свою трудовую деятельность. Независимо от того, каких высот они достигнут через 10-15 лет, очень важно, чтобы в первый год после окончания университета они нашли работу. Каждый из дней карьеры – это в первую очередь площадка для диалога между студентом и работодателем, возможность напрямую пообщаться друг с другом. Цель – помочь студентам сориентироваться на рынке труда, оценить уровень собственных знаний и умений и выбрать направление деятельности для построения успешной карьеры. Я всегда советую быть активными, пользоваться всеми возможными источниками информации, узнавать через сайты, через знакомых, через родителей, есть ли какая-то возможность подработать, пройти стажировку, постоянно говорить о работе, о своих желаниях, мечтах. Мы сотрудничаем с многими работодателями, в том числе многие из них представлены у нас сегодня на стендовой сессии, возим ребят на стажировки, уже летом у нас будет несколько экскурсий проведено, в том числе с компаниями представленными здесь на данной стендовой сессии. Так что мы с ним постоянно сотрудничаем. Выпускники, они зачастую, очень часто даже не знают, чем занимаются в компании, которая работает по их специальности, но говоря уже о том, какие компании работают именно по этой специальности. Мы помогаем им в этом узнать и сами компании, и чем занимаются эти компании. В этом году участие в Дне карьеры приняли крупнейшие компании и предприятия региона – Нижегородский водоканал, Проктер энд Гэмбл, Нишфарм, с представителями которых студенты могли познакомиться на стендовой сессии. Мы как компания больше ценим личностные качества, умение организовывать себя, умение организовывать других, ответственность и дисциплину. И в большинстве случаев мы считаем, что всему остальному мы можем научить мы сами на заводе наших будущих работников, текущих кандидатов, скажем так. Мы производственная компания, фармацевтическое производство, поэтому нам интересно, чтобы студенты, лучшие студенты в итоге приходили к нам, работали у нас, находили для себя любимое дело, продолжали профессию, которую они выбрали. Мы предлагаем сейчас стажировки, не вакансии, то есть это как раз возможность себя попробовать, это оплачиваемые стажировки, и, соответственно, определиться, что интересно, насколько они себя уверенно чувствуют, и тем самым в итоге возможно, что получить работу у нас. Фитнес-индустрия сейчас у нас развивается, в России активно очень развивается. Фитнес-индустрия – спорт. Очень много людей идут тренироваться, заниматься на фитнес-клубе. Им требуется помощь человека, тренера, инструктора, который подкован в этом, который знает определенными знаниями физиологии, анатомии, которыми обладают именно выпускники физкультурного факультета. Создать и защитить свой бизнес-проект, принять участие в конкурсах и викторинах от компаний, приобрести опыт общения с работодателями и как бы отрепетировать процесс трудоустройства, задачи, решение которых поможет студентам в дальнейшем сделать правильный выбор и найти не просто хорошую работу, а помимо этого найти самих себя. Студенты с помощью сегодняшнего дня карьеры, они смогут найти свой вектор для дальнейшего развития, понять, в какую компанию им лучше пытаться трудоустроиться, вообще в какую сферу по своей широкой, так сказать, специальности куда-то углубиться, чтобы применить свои знания более детально, более точечно. И мы надеемся, что сегодняшний день карьеры им также поможет в развитии своих личностных и профессиональных компетенций. Субтитры создавал DimaTorzok